Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами разберем некорманта, который будет атаковать противников с помощью своего умения скелет маг. То есть у нас сегодня петоводный геймплей, и этот геймплей будет полноценно использовать баф 17 сезона. То есть, дорогие друзья, тот билл, который я вам сегодня продемонстрирую, он по сути исключительно для 17 сезона. Так как те игроки, которые будут играть на не сезоне, этим биллдом будет играть им сложно. Почему? Потому что не сезонным игрокам придется использовать сет на среде кошмаров, который на сезоне как-никак игрокам дарится, точнее баф от этого сета. Но все же, кому интересно, можете поиграть или там, или там, у кого будет какое желание. Но на сезоне в соултокопе того будет работать в принципе достойно. И если вам интересно, то давайте разберемся и с биллдом, и с экипировкой. Поехали! Итак, те игроки, которые будут играть на не сезоне, тем игрокам нужен сет на среде кошмаров, который состоит из двух колец. Это летание неустаршимых, а также пристанище скорбных криков. И когда мы на себя будем надевать или же древние, или же первозданные предметы, мы будем повышать свой урон, а также уменьшать входящий в нас урон. Те игроки, которые будут играть в 17 сезоне, конечно же, этот сет нам не нужен. А вместо этого сета мы можем брать любые два кольца на выбор. Одно из таких колец это собрание стихий, для того, чтобы разную фазу кольца поднять свой физический урон. Второе кольцо это круг бытия на луджа. Ну и с помощью этого кольца мы можем призывать одного дополнительного скелета мага, а также срок действия этих скелетов магов продлевается. В качестве перчаток мы используем таскер-пево, для того, чтобы повысить скорость атаки наших приспешников. А плечи короля скелета тоже будут тут не лишними, потому что они с определенной вероятностью даруют нам пассивку на воскрешение. Также нам не помешают болотные штаны, потому что они будут повышать наш физический урон. Напоминаю, что эти штаны можно получить только с помощью колдуна. Поэтому создайте себе колдуна, ну и с помощью колдуна эти штаны крафтите, естественно, древними. На запястьях у нас находятся напутники женица, и эти нарочи будут помогать нам восполнять эссенцию, когда мы будем подбирать сферки здоровья. В качестве брони мы используем похоронное убранство. Ну и с помощью этого доспеха мы себе будем более эффективнее восполнять эссенцию с помощью умения пожирания. На шею мы вешаем амулет призрачное видение. Ну и благодаря этому амулету продлевается срок действия умений симулякор, но при этом мы будем расходовать 5% от нашего максимального запаса здоровья в секунду. В нашей главной орке находится коса цикла, и она будет помогать нам повышать урон от умения скелета маги. Ну а вторую руку, в принципе, можно брать любую филактерию. Желательно, чтобы на ней присутствовали три свойства. Это увеличение урона от скелетов магов, ГДР, то есть уменьшение времени восстановления умений, ну а также, естественно, крит-шанс. На голову мы надеваем шлем Ликен Дрель, для того, чтобы повысить нашу скорость атаки, а также поднять физический урон. В качестве пояса мы используем Путы Дайнити, для того, чтобы мы могли получать меньше урона от проклятия противников. Ну и в качестве ботинок мы используем призрачные башмаки, для того, чтобы беспрепятственно проходить сквозь противников. Что касается самоцветов, то мы используем Проклятие Плененных, Головорез, ну а также Желудок Жарозверя. Теперь давайте посмотрим, что у нас находится в нашем кубе. Рубрика Бюджетерия, и там у нас Приговор Критзбина. С помощью этого кольца мы будем повышать свой урон. Рубрика Броня, и там у нас Корона Леорика. С помощью этой короны мы будем удваивать эффект от самоцвета, который мы инкрустируем к себе в шлем. Ну и рубрика Оружие, там у нас Мрачный Крюк Реянины. Ну и с помощью этой косы мы будем тоже повышать наш урон. Теперь давайте разберёмся, что мы будем ролить в наших предметах. Итак, основной наш урон мы наносим с помощью умения Скелет Маг. Следовательно, повысить этот урон мы можем с помощью трёх предметов. Это нашего головного убора, наш ботинок, ну и если получится, с помощью Филактерий. Скелеты Маги наносят физический урон, поэтому повысить свой физический урон дополнительно мы можем с помощью двух предметов. Это Мулета, ну а также Нарчи. Далее в этом диплее нас интересует очень сильно показатель, это КДР, то есть уменьшение времени восстановления умений. Ну и этот параметр, дорогие друзья, вы должны ролиться во всех возможных предметах. Это с помощью одного кольца, второго кольца, филактерий, косы, перчаток, наплечников, а также с помощью бриллианта в нашей Короне. Кроме того, нас интересует ещё и запас эссенции. Потому что чем больше у нас будет эссенции, тем больше мы будем наносить урона. Поэтому запас эссенции дополнительно вы должны словить в двух предметах. Это в вашей косе, ну а также филактерии, во вторичных свойствах. Также вы эссенцию должны поднимать с помощью ещё вашего парагона. Ну вот, дорогие друзья, это в принципе всё, что касается нашей экипировки. А теперь давайте разберёмся с билдом. Из пассивок мы используем сила крови, она нам будет помогать быстрее откатывать наше умение. Долгое служение продлит срок действия скелетов магов. Жизнь и смерть будет помогать нам создавать сверху здоровья. Когда мы будем поглощать трупы. Ну а переполняющая эссенция будет поднимать нашу запас эссенции. А значит будет и повышать наш урон в целом. Теперь давайте разберём наши активные умения. Первое это царство мёртвых и морозное царство. Под действием этого умения мы будем замораживать всех противников. Ну а значит будет запускаться кольцо приговор к лезьбина. Ну а также без всяческих проблем мы сможем поглощать трупы с помощью умения пожирания. А тем самым и восполняя себе эссенцию. Ну а также создавая сферки здоровья. Следующее умение это симулякор и резервуар. Под действием этого скилла мы будем повышать наш запас эссенции. А значит как я говорил ранее тоже будем повышать свой урон. Скелет маг и сингулярность. С помощью этого питомца мы будем наносить наш основной урон. Он будет расходовать всю нашу эссенцию. Ну и чем больше у нас эссенции было в момент призыва, тем больше этот скелет маг будет наносить урона. Следовательно призывать этих скелетов магов надо тогда, когда у ваша банка эссенции на максимальном уровне. Костяная броня и жажда мучения. С помощью этого скилла мы будем повышать свою защиту. Ну а также будем запускать нашу косу. Потому что именно под действием этого скилла наши скелеты маги будут наносить больше урона. Ну и с помощью умения пожирания и уроносытость мы будем повышать свой запас эссенции, а также еще повышать наше здоровье. Ну и последнее умение это проклятие немощь с руной время взаймы. С помощью этого проклятия мы будем замилять противников, а также они по нам будут наносить меньше урона. Ну а благодаря нашей руне мы будем быстрее откатывать наши скиллы. Ну и это все что касается нашего билда. А теперь давайте разберемся с геймплеем. Что касается геймплея, дорогие друзья, то именно в этой сборке он похож на геймплей некроманта, который атакует умением трупное копье. А именно мы будем работать от отката до отката двух скиллов. Это симулякро, ну а также царство мертвых. Но если того некроманта интересуют только элитные противники, потому что он наносит урон точечно, то в принципе этот некромант не столь ограничен. Его попросту интересуют огромные толпы противников. И там в принципе не важно кто будет находиться рядом. Элитный противник, ну или большая толпа продуктивного трэша. Ну а если и одно, и второе вы вместе взяты, то это будет наверное идеальный вариант. В общем как мы будем поступать. Как только видим противников, мы запускаем естественно наше умение, косная броня, дабы даровать себе дополнительную защиту. Ну и начинаем всех противников проклинать проклятием. Во-первых, противники будут замедляться. Во-вторых, они будут благодаря проклятию панаму наносить меньше урона. Ну а в-третьих, будет запускаться пояс путы дайте. А значит мы опять-таки будем получать меньше урона. Если эта толпа противников нас интересует, то мы прожимаем наши два скилла. Это симулякор, ну а также царство мертвых. Ну и начинаем призывать наших скелетов магов. Как только мы призываем наших первых магов, у нас полностью израсходуется вся банка эссенции. И нам ее надо очень быстро восполнять. В этом нам может помогать, конечно же, наше умение пожирания. Потому что пока будет действовать царство мертвых, нам для использования пожирания трупы не нужны. И мы можем спамить это умение бесконечно. Это умение будет восполнять нам эссенцию, мы будем призывать новых магов. Когда мы будем использовать умение пожирания, на семье будут появляться сверки здоровья. Ну а эти сверки здоровья, дорогие друзья, это наш ресурс, который будет восполнять нам эссенцию. А восполненная эссенция это шанс призвать новых скелетов магов. Но пока действует царство мертвых, дорогие друзья, не спешите эти сверки здоровья поднимать. Лучше их начинайте подбирать, когда как раз какие-то царство мертвых закончится. Потому что когда царство мертвых закончится, тогда вы пожиранием уже не сможете пользоваться. Но после чего вы сверками здоровья будете, естественно, восполнять себе эссенцию, Ну и мало ли что, восполнять, конечно же, себе ещё и здоровье Но когда вы все сверки подобрали, всех противников, возможно, их уничтожили То единственное, о чём вы должны заботиться, это как найти следующую группу противников Ну и начинать их атаковать впоследствии, когда откатятся ваши два скилла Это симулякор и царство мёртвых Ну а помогать вам в этом будут довольно-таки высокие показатели КДРа, которые вы должны наролить Ну а также о пятке вашего проклятия, потому что когда вы будете проклянуть противников Вы тем самым будете откатывать быстрее свои скиллы Кроме того, если вы будете получать ещё урон, а это в принципе неизбежно Вы тоже, благодаря своей пассивке, будете быстрее откатывать ваши скиллы Ну и в принципе, что одно умение, что второе умение будут откатываться довольно-таки быстро Так что в этом гейплее особо сильно бездействовать вы не будете Умения откатились, вы нашли новых противников, можно прожиматься заново Также хочу заценить ваше внимание, что наши скелеты магии наносят физический урон Также мы играем с помощью кольца собрания стихий А это обозначает, что симулякор, также царство мёртвых, мы должны прожимать тогда Когда на кольца собрания стихий прокует баф на увеличение урона от холда Но как раз таки после холда уже идёт баф на увеличение физического урона Также не забывайте про оранжевые области силы, которые тоже могут время от времени появляться на земле Ну а в всяком случае, когда вы будете убивать противников Эти области появляются, потому что на нашем спутнике должно быть такое кольцо, как перстень ока И вот когда эти области появились, с них перебежим, мы будем наносить больше урона Так что, дорогие друзья, их тоже не игнорируйте Ну вот в принципе и всё, что касается этого геймплея Что вы о нём думаете, пишите в комментариях под роликом Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, ну и желаю удачи В сезонном походе Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать всё новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока